30 августа в областном центре состоится знаменательное событие – торжественное открытие нового областного суда. Как известно, он теперь располагается в здании, где ранее размещался универмаг Тверь. Роман Быков побывал в этой реконструированной многоэтажке и посмотрел, что там появилось нового, а что осталось от некогда самого главного торгового центра Верхневоложья. Это здание, построенное здесь почти 40 лет назад, все эти годы народ назвал практически только одним словом – Бастилия. И там и были основания. Массивное сооружение, огромное количество узких высоких окон, которые иначе как бойницами не назовешь. Но недавняя реконструкция кардинально преобразила облик этого здания. Теперь оно совершенно не напоминает тот прежний советский универмаг. Назначение тоже изменилось. Теперь здесь работает Тверской областной суд. Без всякого преувеличения переезда сюда давно ждали все сотрудники областного суда. Ведь в последние годы часть из них работала во всем известном здании на улице Горького, а другая на проспекте Победы. Все это прилично осложняло исполнение непосредственных обязанностей. Как вы понимаете, единый организм находился в двух местах, что создавало, конечно, определенные неудобства и по организации работы, и по организации управления судом. Три года шла перестройка здания бывшего универмага, обошедшиеся в 500 миллионов рублей. Итоговый результат, иначе как дворцом правосудия и не назовешь. Огромные застекленные объемы создают внутри ощущение еще большего простора. Современные фасады и интерьеры. Старые эскалаторы заменили семь современных лифтов. Словом, прежнюю бастилию практически не узнать. Хотя кое-что от нее осталось. А вот это то, что осталось от прежнего здания универмага Тверь. Главная лестница. Десятилетиями по ней ходили туда-сюда тысячи тверичан в поисках нужных товаров. Теперь же это главная лестница областного суда. В принципе, ее даже не узнать. Посмотрите, как ее замечательно отреставрировали. Вот уж действительно главная лестница. Что касается интерьеров, то они во многих помещениях производят впечатление современного музея. Так как украшены стильными фотографиями с текстовой информацией, повествующей об истории Тверского суда, начиная с царских времен. Здесь помнят ищтят традиции. Но при этом главное тут, конечно же, функциональность и безопасность. При входе строгий контроль с обязательными рамками. Что касается обвиняемых, которые заключены под стражу, то под их содержание отведен цокольный этаж. Там, соответственно, есть и камеры, есть и соответствующие помещения для общения с адвокатом, исключающие, скажем так, тактильные контакты. И отдельная зона, по которой они конвоируются. Начиная от заезда, собственно говоря, и заканчивая доставкой в зал судебного заседания. Начиная с первого этажа и выше, располагаются все остальные рабочие помещения. Есть среди них и новые, во всех смыслах. А вот это, что называется новинка сезона, конференц-зал, рассчитанный на 360 мест. Раньше такого помещения у нашего областного суда не было. Оно очень необходимо. Здесь проводятся самые разнообразные мероприятия, причем не только торжественные, но самое главное официальные. Например, семинары и совещания, причем не только регионального, но и федерального уровня. Конечно же, главное помещение здесь – это залы для проведения судебных заседаний. Казалось бы, чего тут можно нового придумать? Однако и тут без приятных сюрпризов не обошлось. И еще одна новинка нового здания – комната ожидания сторон. Вот слева и справа, соответственно, то есть это участники процесса, говорят, такое вообще мало где есть. Ну, в целом же в самом зале заседания все более-менее стандартно. Вот через те двери заводят обвиняемых. Вот там находится помещение, где находится присяжный. Через вот эту дверь они заходят непосредственно в зал. Ну и там комната, где находятся судьи, тоже вот из той двери они появляются на самом заседании. При этом комфортабельные условия в новом здании Тверского областного суда созданы не только для персонала, но и для посетителей. Новый зал ожидания тоже очень комфортный. Он оборудован по всем современным стандартам. Например, есть вот такой вот информационный киоск. Здесь можно получить любую информацию о деятельности суда, расписании судей и прочим. Кроме того, зал оборудован очень хорошей, комфортной современной мебелью, благодаря которой время ожидания процесса, а это может быть иной раз больше, чем 5 минут, пройдет быстро и незаметно. Все кабинеты и залы снабжены системой кондиционирования. Нынешним летом сотрудники областного суда это особенно оценили. Кроме того, понятное дело, здесь теперь современные системы вентиляции, пожаротушения. Не говоря уж об огромном количестве камер видеонаблюдения. И все это хозяйство должно круглосуточно и безотказно работать. А вот это диспетчерское сердце здания. Отсюда ведется контроль за всеми системами здания нового областного суда. Кондиционирование, пожарная безопасность, вентиляция. И, наконец, даже, например, за тем, какой кабинет в данный момент закрыт или открыт. Переезд в новое здание проходил в два этапа. Кое-куда мебель завозят до сих пор. Как-никак, а здесь 590 помещений, в которых работают сотни сотрудников. 55 человек судей, 56 помощников и более 120 человек – это службы, которые обеспечивают деятельность областного суда. Это у нас отдел МТО, это финансовый отдел, ну, материно-техническое обеспечение, понятно, финансовый отдел. И иные службы, которые обеспечивают именно и в том числе эксплуатацию этого здания. В данный момент Тверской областной суд работает в штатном режиме. Однако без торжественной церемонии открытия все равно не обойдется. Она пройдет 30 августа. Все-таки работа такого великолепного палаца юстиции должна начинаться с настоящего праздника. Субтитры создавал DimaTorzok